привет друзья давайте пообщаемся в очередной раз пока я вышел принять солнечных ванн вы меня давно просите рассказать о силовых нормативах тестах и вышла уже статья и видео о силовых нормативах и тестах для мужчин вышла статья о силовых нормативах и тестах для девушек для женщин скоро я сделаю видео ближайшие дни выложу его тоже на канале на youtube кто не видел кто не читал настоятельно рекомендую это те минимальные достижения которые вы должны достигнуть извините за тавтологию для того чтобы смело переходить на периодизацию основанную как вы знаете на различном типе мышечных волокон и для девушек и для женщин и для парней для мужчин это разные тесты читаете смотрите видео и полную информацию получаете из этих источников я рекомендую сначала читать статью а потом уже смотреть видео так информация не только лучше воспринимается но лучше и запоминается а если вы еще после всего этого за конспектируете себе основные моменты то вообще информация откладывается у вас памяти и вы можете ей оперативно пользоваться естественно при определенном повторении изучение вы знаете я же такой простой человек как и вы все свои теоретические знания получают тоже как и вы из различных источников и когда я готовлю ту или иную тему особенно которая не часто используется в повседневной жизни в плане именно знаний уже наверное в силу возраста хотя мне не так много 41 год но когда информации не пользуешься доставать ее оперативно из памяти не всегда получается поэтому приходится постоянно ее обновлять постоянно читать постоянно кому-то что-то рассказывать это помогает держать себя в тонусе именно с точки зрения мозга ведь мозг нужно тренировать тоже помимо наших с вами мышц мы должны быть гормонально развиты мы должны быть развиты эмоционально мы должны развивать как тело так и наш дух и естественно нашу черепную коробку точнее то что в ней находится ну давайте будем отвечать потихонечку на ваши вопросы надо ли закачивать косые мышцы среднюю ягодичную мышцу при грыжах друзья про грыжи у меня наверное рассказано в видеороликах и написано больше всего даже больше наверное чем по приседы просто новые тяги про сами тренировки про периодизацию и не просто рассказано а все чем полезна эта информация она получена от практики то есть я получил серьезную проблему врачи меня лечили замучили и в итоге по истечении трех лет лечения мне становилось только хуже гораздо хуже пока я сам не взялся за все это за свое лечение за изучение теоретической части потом перешел к практической но вы все это прекрасно знаете в июле уже вот скоро вылез в июльском номере журнала железный мир выйдет моя новая статья где я показываю рассказываю опять-таки пусть это будет мое субъективное мнение почему врачи запрещают нам делать экстензии гиперэкстензии приседать тянуть вообще что-либо делать и с чем это связано почему они ошибаются в этом а если не ошибаются то почему все равно настаивают на своей точке зрения и как все это связано почему просто необходимо делать экстензии гиперэкстензии приседать тянуть почему крайне важно вообще двигаться как питается наш позвоночный стол а ведь вы знаете что в позвонках к позвонкам не подходят кровеносные сосуды откуда же берутся питательные вещества вот все это вы сможете прочитать в новой статье она уже написано несколько месяцев но я ее специально не выкладываю чтобы сначала она вышла в журнале железный мир не пропустите же изучайте и хочу сказать что только движением вы можете что-то изменить в своей жизни неважно что это саму вашу жизнь отношения к жизни то как вы выглядите как вы себя чувствуете тренируетесь вы или не тренируетесь все зависит от движения потому что если мы не двигаемся то получается застой а вы знаете да это как на аллегории если приводить с водой то бегущая вода движущаяся вода не застаивается не заванивается не гниет что происходит в малых водоемах все мы с вами знаем и выглядит это некрасиво и пахнет это некрасиво то же самое происходит с нашими телами если мы ними не двигаем то же самое происходит с нашим мозгом если мы не шевелим извилинами но я надеюсь что подписчики моего канала тот кто читает мои статьи все таки отличаются от других людей потому что по крайней мере мы с вами работаем над собой мы изучаем информацию мы никого не критикуем просто так если мы и критикуем то только бред который может нести тот или иной человек ведь нужно понимать что каким бы крутым блогером ты не был сколько бы не было у тебя подписчиков а зачастую заметьте что чем тупее блок тем больше у него подписчиков ну это не горит конечно что все блогеры у кого много подписчиков глупые тупые у меня тоже скоро будет 100 тысяч подписчиков я не стану тупее чем я есть от этого но когда человек который несет массы здоровье говорит о том что нельзя делать экстензии гипер экстензии это на мой взгляд опасно и бредово основываясь только на теории когда человек который тренируется сам уже не один год говорит о том что улетела мысль секундочку а про разминку до что не надо разминаться можно сразу приступать к тренингу это не просто бред это опасная ересь которую нужно искоренять и такие вот вещи нужно озвучивать потому что смотрит молодежь а молодежь как всегда у нас амбициозно гормоны играют кровь кипит все мы это с вами знаем и естественно думают а чего я не джигит пролечу на красный так вот друзья один два раза пролетите на красный другой раз вас обязательно кто-нибудь врежется хорошо если это будет пешеход или велосипедист и вы не очень пострадаете а если будет какой-нибудь грузовичок понимаете аналогию да только полный кретин дебил может советовать не делать разминку особенно человек который несет информацию в массы отвечает за то что он советует и те кто его слушают естественно прислушиваются точнее книг его советам тоже не обладают большим интеллектом можно так сказать и я не устаю повторять и придется это повторять постоянно то что знание и понимание это разные вещи так заговорился давайте перейдем к ответам на следующие вопросы если они конечно есть у вас это салют флорида у нас два ночи дальний восток хабаровский край привет хабаровский край вопроса не услышал более при выполнении экстензии грыжа 7 миллиметров что делать не делать для начала изучите все мои статьи их как минимум 4 на моем сайте и чем джим точка ру нужно ли тренироваться при боли и через боль друзья при боли тренироваться нужно но даже через боль тренироваться нужно но сейчас я поясню ни в коем случае не стоит тренироваться и никогда на увеличение боли боль нам дается для того чтобы мы понимали что с нашим организмом что-то не так что мы делаем что-то не так и когда нам советуют пока у нас есть боли не делать то или иное упражнение это не совсем корректно потому что опять таки повторяюсь только движением можно что-то изменить особенно в ситуации с грыжей протрузии так вот поясняю что значит тренироваться через боль и на усиление боли вот простой пример у кого поясничная грыжа протрузия знает насколько это неприятно насколько это болезненно и даже когда выполняешь какое-либо упражнение те что я советую экстензии или гиперэкстензии мы испытываем продолжаем испытывать эту боль так вот экстензии гиперэкстензии просто крайне необходимо делать точно так же как и мою гимнастику но основываясь именно на своей боли когда вы делаете упражнение испытываете при этом вашу привычную боль в диапазоне да к примеру если брать десятибальную шкалу из она у вас болит постоянно там от 1 до 5 так вот если вы выполняя какое-либо упражнение чувствуете что эта боль у вас продолжает оставаться в этом диапазоне не усиливаясь не переходя уже там на шесть даже на пять с половиной то это там плитуда в которой нужно работать если же вы чувствуете что это упражнение вызывает усиление боли это значит то что вам делать не нужно либо найти определенный урезанный укороченный участок амплитуды любого упражнения при котором вы не испытываете боли именно усиление и и если привычная боль присутствует это нормально так вот в этом участке амплитуды движения тоже можно и нужно работать и только так мы сможем с вами исправить ситуацию но ни в коем случае нельзя тренироваться на усиление боли а через боль когда вы испытываете боль но что-то делаете нужно тренироваться просто крайне необходимо особенно если вы тренированный человек конечно если вы никогда ничем не занимались никогда не поднимали штангу и схватили грыжу а таких больше потому что сам тренинг наоборот спасает даже тяжелые тяги приседы от возникновения грыж и протрузии нежели не выполнение ничего если вы сидите на работе сидите дома сидите в общественном транспорте или в личном автомобиле это только с гарантией приведет вас грыжи что и происходит что мы и видим что школьники сейчас болеют грыжами и протрузия my почему это все уже давно рассказано мной не раз статьях и видеороликах грамотный человек понимает почему так вот когда вы слышите что у вас грыжа или протрузии у кого-либо еще и союз нет дают ничего не делать лечь и умереть это полный бред так может советовать только необразованный неграмотный доктор или доктор чтоб бывает 95 процентах случаев который не хочет брать на себя какую-либо ответственность за ваше здоровье ведь нужно четко все объяснить четко проконтролировать что человек пациент все понял и гораздо проще плюнуть на него дать и обычные рекомендации то же самое происходит и фитнес-центрах сейчас я говорю уже не о грыжах или протрузиях когда вы приходите и вам вместо базы льют в ваши черепные коробки жидкость не очень хорошую которую мы с вами все перевариваем ведь мы доверяем тем людям у кого берем советы и мы думаем что если человек работает фитнес-клубе то он что-то знает поверьте это не так в основном фитнес-клубы открывают обычные бизнесмены которым главное получение бабло при минимальных рисках получения клиентом травмы и желательно чтоб клиент занимался как можно дольше поэтому берутся такие же инструктора и такие же фитнес-клубцы проводятся которые учат не грамотному тренингу а грамотному постоянному вымогательству из клиента денег и гораздо проще послать человека на тренажеры где он может делать что угодно в принципе даже без инструктора без риска получения какой-либо травмы хотя как мы знаем с дуру можно их сломать поэтому друзья перед тем как чем-либо заняться особенно если это касается вашего здоровья а в принципе в идеале вообще не важно бизнесом чем бы вы только не планировали заняться необходимо изучить все-таки какую-то теоретическую базовую часть разобраться в этом вопросе понять что и как вы хотите делать куда двигаться какая ваша цель и задача если ваша задача просто быть как все как стадо баранов имеющие членскую карту в бассейн или тренажерный зал то конечно не парьтесь продолжайте жить как живете не выходите из своей зоны комфорта если вы хотите чего-то достигнуть в этой жизни не для кого-то в первую очередь только для себя потому что кто бы что ни говорил мы в этой жизни одиноки мы приходим этот мир одни и уходим из него одними и не факт что этот мир является объективной настоящей реальностью возможно это наоборот как раз таки и есть определенное чистилище или какой-то отстойник который и определяет нашу дальнейшую настоящую реальную жизнь потому что я не верю что основная задача человека родиться оставить после себя потомство и уйти в небытие скорее всего то что здесь происходит и есть небытие и то как мы себя проявим здесь отражается наверное на том когда и как и куда мы после этого уходим это такое лирическое отступление мои мысли это как вы знаете прямой эфир поэтому уж простите так следующий вопрос поступивший от леночки здравствуйте напомните пожалуйста если статья видеозапись информация касательно употребление протеина когда как часто но не буду дальше считать сложно на солнце читать все отсвечивает вопрос понятен и так мальчишки и девчонки а также их родители что касается протеина лично моя рекомендация которой я сам придерживаюсь это я покупаю только протеин комплексный это где есть как минимум два быстрых белка и два медленных на мой взгляд это идеальный протеин который может служить иногда даже заменителем питания если добавить него еще к примеру овсяночку да а если добавить в него еще и банан полтора это получается идеальное после тренировочное питание нет смысла я не вижу покупать изоляты и и неры какие-либо либо еще там очень популярные казеины нет гораздо эффективнее дешевле правильнее будет купить комплексный протеин и так когда пить протеин если вы пытаетесь как-то изменить свое тело в сторону увеличения вашей мышечной массы вам тяжело питаться 456 раз в сутки обычной едой то вот как раз таки здесь вам на помощь придут протеины не стоит забывать что это всего лишь добавка но если у вас нет возможности поесть то будет идеальным съесть такой комплексный протеин потому что нельзя делать перерывы в питании больше трех с половиной часов нежелательно именно поэтому я рекомендую основываться в первую очередь на натуральном питании а протеин комплексный протеин использовать только как добавку когда и как вы его принимаете ваше дело главное в идеале чтобы было три-четыре приема натуральной пищи и 12 приема протеина как добавки к вашему рациону питания но не забывайте что все это нужно делать через призму инсулина вы должны четко понимать что и когда и зачем вы едите а что вы вообще не едите никогда и почему ну что друзья сегодня не буду долго вас задерживать извините что ответил на малое количество вопросов просто солнце перегревает телефон и он скоро отключится и если я не ответил на какие-то важные для вас вопросы обязательно оставляйте их комментариях на моем канале youtube heavy metal gym заходите на мои группы вконтакте на сайте друзья читайте изучаете смотрите видеоролики пишите отзывы и предложения о чем бы вы хотели услышать но пожалуйста не ждите ответа на сайте на вопросы на сайте я не отвечаю мне это просто неудобно поэтому все вопросы которые вы зададите вконтакте или на youtube канале мы с вами обязательно озвучим прямом эфире либо поговорим об этом статье моей очередной или видеоролики спасибо что были с нами что смотрели задавали вопросы увидимся как всегда в тренажерном зале всем пока и удачи а 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 Субтитры создавал DimaTorzok